Села. 69 лет уже прошло с того момента, как наша страна одержала великую победу в Великой Отечественной войне. Уже достаточно большой, казалось бы, срок, но сегодня, встречаясь с пожилыми людьми, и вот с вашего села сегодня летний ветер не присутствует. Все события, которые происходили в те годы, эти люди помнят как вчера. Мы сегодня просто догадываться даже не можем, что пережили наши родственники, то поколение, люди того поколения, которое сегодня присутствует здесь. Какие страшные события были в те времена. Вот мы поздравляем сегодня, проезжаем ветеранов, тружеников тыла, людей, которые в то время были детьми. Очень страшные события рассказывают. Слушай, вот мы вчера с одной женщиной разговаривали, она говорит, 7 лет мне было, когда меня забрали в концлагенную. Приходилось просто вот за колючую проволоку выбегать, говорит, травки чисто пощипать. И говорит, какие-то, говорит, охранники, говорит, позволяли это, а какие-то, говорит, на нас, говорит, вот на таких 5-6-летних детей собаку устраавливали. То есть такого повториться у нас больше никогда не должно. И чтобы этого не повторялось, мы все это должны хранить в своих сердцах, в своей памяти. Вот сегодня вы в своем селе открываете мемориал. На этом мемориале вытекнут все имена тех людей, которые в свое время отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили с вами в мирное время. Вот мы сегодня видим на Украине те люди, наверное, которые начали забывать те события, ту цену, которую в свое время отдали их предки за то, чтобы мы сегодня жили в мирное время. Мы видим, что происходит. Вот таких вещей мы с вами никогда, ни в коем случае не должны допустить. И мы в своих сердцах должны свято чтить и помнить тех людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня жили в мирное время. Мы сегодня должны пожелать хорошего, крепкого здоровья тем людям, которые живут сегодня с нами еще. Мы должны вместе поклониться вам за то, что вы пережили свое время. Спасибо за внимание. Уважаемые селяне, уважаемые гости, позвольте мне от имени Донковского района Совета депутатов подзавить вас с великим и самым главным праздником нашей страны. Днем Великой Победы. Сегодня в канун этого праздника в вашем селе открывается мемориал. Это очень хорошее и нужное дело. Здесь выяснили все фамилии ваших селян, которые в свое время ушли на фронт. И вот как сказал великий поэт, это нужно не мертвым, это нужно живым. Вот здесь очень много молодежи, школьников. Вы должны сдать имена своих предков, своих родных, которые в свое время защищали нашу Родину, трудились на Северном фронте, отдавали вы. И без прошлого нет будущего. Здоровья ветеранам, здоровья всем молодым. Уважаемые односельчане, как уже было сказано, что сегодня самый главный праздник страны. Разрешите, ведь не завтра будет, разрешите поздравить всех с наступающим праздником. Пожелать здоровья, прежде всего, присутствующим дружникам тыла. Прежде всего, хочется сказать огромное спасибо, что сегодня пришли на открытие мемориала наши маленькие жители села. Потому что это очень важный момент. И воспитание того памяти о тех, наверное, уже прабабушках, прадедушках, которые погибли во время войны, защищая нашу страну. Чтобы над нами было вечно голубое небо, отдать им дань, сказать спасибо. И сегодня я горд за то, что именно инициатива пошла от жителей села обновить мемориал погибшим воинам во время Великой Отечественной войны. И нельзя сегодня, сегодня мало сказать спасибо. И хочется отметить вот некоторых людей, которые проявили все-таки инициативу, помогли в установлении, приобретении этого мемориала.